Медлайф Привет, меня зовут Паша. Я езжу на гольф МКВАН 1981 года. Купил, как сейчас помню, 5 марта 2013 года. Я с товарищем поехали в город Черкассы. Забрали у дедушки, уже пожилого. Пригнал он этот автомобиль в 1991 году. Для себя у него родственники были в Франции. Берег ее, постоянно накрывал покрывалами, одеялами в гараже. Забрал ее, поездил месяц где-то. Решил немножко подварить ее, подкрасить. Так, чтобы можно было ездить и далее собирать на какие-то переделки. Как она так затянулась все на 2 года. При разборе нашел очень интересные вещи в печке. Там было две сигареты Марс. Я потом пробил еще сигареты каких-то 80-х годов. Очень прикольно. Я одну сохранил, у меня в гараже лежит. А вторая находка, это было свернуто листик бумаги. Очень интересно. Когда я его развернул, это оказалось письмо на немецком языке. От 28 августа 1987 года. Там как бы от руки было написано непонятно. Ну там не все слова были понятны мне. Короче, это что-то типа доверительного письма на право управления с именами, фамилиями. Даже вот сейчас там указан был номер телефона. По нему сейчас можно позвонить. Там есть кафешка. Эта кафешка находится неподалеку от города Любек, Германия. То есть можно позвонить туда, приехать, пообщаться. Может еще там владельца найти. Ну вот, мечта такая, поехать туда. Поехать и познакомиться. Может кто-то узнает или там по фоткам как-то. Кто-то ж когда-то ездил. По машине полностью переварено. В 2014-15 годах покрашено в оригинальный цвет. ЛА1Д. Это с немецкого Лемонгельб. Это лимонно-желтый в переводе. Вот. Далее первоначально стоял 1.6 дизель. Родной. Родной двигатель. Далее я сменил на 1.9 EDI с Golf 3. Вот. С него же коробка передач, проводка и все остальное. Я взял себе трип такой. Поехал во Львов. Со Львова поехал через Ковель, Кобрин в город Пинск, Брестская область. Туда ехал еще на 1.6 дизель. А назад вернулся уже на 1.9 EDI. Огромное спасибо брату, Денису, Вове, которым помогли это осуществить за очень краткие сроки. Мы оживили ее немножко. Уже потом привел все в порядок, приварил там, поварил правильные опоры, покрасил все там, вычистил. Ну короче все уложил там аккуратно. Сделал минимальный шейвинг. Установил диски ОЗ турбо. В них первоначально были параметры 7-8. 7 вперед, 8 зад. Далее сменил полки и получилось 8,5 зад, 7,5 перед. Вот. Резина 185-45. Все классика жанра, который не спускают, как у всех. Переднее сиденье установил Recaro LX. Классические Recaro, которые ставились на всякие автомобили. Golf 2, Ford, Opel и так далее. Задний диван оригинальный. Все перешито. В пятнадцатом году уже в конце сезона попал в аварию. По вине моей не отрицаю. Не доработал систему торможения немножко. Соответственно, зад перетормозил. Очень легкий. Ну и машина юзом пошла и ударила. Уже потерял управление, потом ударил другую машину. Ничего страшного. Это повод переосмыслить все. Подумать над своими ошибками. Сделать правильные выводы. Вот. Надеюсь, я их сделал. За эти два года машина стояла. Ну, как не стояла. Переделывалась, делалась. Устранялись косяки, которые были. Красился вперед полностью. Ну, все вроде бы сделали. В семнадцатый год выехал. На восемнадцатый что-то будем думать еще. Какие-то, может, обвесы там. Или передняя губа моей лежит. Посмотрим. Может, ее при мастере купить. Здесь по фану ехать. Очень, ну, не знаю. Это машина-собиратель лайков. Лайк, 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 лайк. Ну, ты едешь уже, настроение крутое. Это супер. Да и, я не знаю. Я не испытываю проблем с ней в путешествии. Она не супер низкая, не супер заниженная. Я как-то немножко отдалился от темы стенс. Ну, это все круто. Я хочу наслаждаться ездить не только по Бориспольской, по Жена, а где-то выезжать за пределы. Поэтому мне очень интересно кайфовать и путешествовать именно на этой машине, а не на каких-то новодельных или тех, которым я не прилаживал свою руку. Это не то. Не то. Это как, ну, свое мировоззрение, что ли. Ну, каждый человек видит что-то. Кому-то вообще наплевать на старые машины, а кто-то в них видит какую-то изюминку. Хочется окунуться в те 80-е, 70-е, 90-е даже. И почувствовать, как раньше было. Поуправлять мечтой. Мне комфортно. Приятно ехать по трассе, не устаешь. Едешь 110 рулиться, едешь 150 рулиться. 180 едешь рулиться так же, как и на 110. Очень нравится. Даже вот в этом плане новые машины, ну, как мне показалось, не такие устойчивые. Ну, понятно, если там не брать премиум-сегмент какой-то там. Ну, меня устраивает. Я получаю удовольствие от этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok